приветствую всех на канале михаил инвестиции сегодня будем разбирать новые криптовалюты называется и кэш и разберем локальную картину разберем глобальную картину разберем какое потенциальное дно в случае падения биткоина и также разберем до какого уровня в принципе может расти начнем мы пожалуй с месячного графика на месячном графике мы видим о том что есть восходящий тренд в данном момент последняя свеча видео по всей вероятности закроется падающей звезды которая говорит о развороте но это понятное дело что не факт криптовалюта очень молодая и по ней очень сложно сейчас какие-то делать либо прогнозы но деваться некуда какие-то прогнозы все равно необходимо будет делать и поэтому сейчас что есть на то мы будем основываться а перед тем как мы продолжим прогноз не забыть поставить лайк подписаться чтобы не пропускать новое видео сразу переходим на недельный график потому что на этом графике особо ничего не видно видим что есть повышающие объемы в данный момент наоборот угасает и идет у нас некая такая модель по всей вероятности вымпел быча выпил который сопровождается тем что по логике вещей должно произойти продолжение тренда соответственно можно ожидать чисто по этому паттерну о том что мы сейчас пойдем вверх тем более мы сейчас данный момент судя по всему находимся возле как раз того места где уже должно что-то должно уже произойти конечно это не факт возможно мы еще какой-то период времени будем в боковике но в целом я думаю мы не будем так долго находиться в боковике постоянно дожи какой-то сценарий событий определенно должен уже сейчас какой-то какая-то концовка произойти обращаем внимание что этот месяц по север вероятности закрывается виде поглощения понятное дело что поглощение достаточно слабое и нельзя полностью полагаться на него то что сейчас именно продолжится рост однако если эту модель подкрепить еще вот эту моделью бычьим вампелом соответственно можно предполагать что да в действительности продолжится дальнейший рост обратим внимание теперь на дневной график и кстати на дневном графике мы сейчас сделаем по волнам эллиута по волнам эллиута здесь получается двоякой ситуации с одной стороны вот так и вот так это один из сценарий событий если обратите внимание на вот это довольно продолжительное падение соответственно можно сделать вывод что да в действительности правильнее поставить волны эллиута именно таким образом однако некоторые могут предполагать что коррекция могут быть очень сильно затяжными и что на самом деле это всего лишь вот такая модель и ожидает уже пятую волну которая может быть непонятно где однако если примеров по фибоначчи предположить что мы можем вырасти а до этого уровня 0,0011 давайте построим линия сопротивления если так то вот так то есть глобальная линия сопротивления и поддержки у нас по ходу дела вот такие соответственно это расширяющийся треугольник и здесь уже будет сценарий события совершенно иной в этом случае такой паттерн предрекает наоборот падение то есть если вот этот бычий вымпел мы по логике вещей пробиваем вверх а вот этот расширяющийся восходящий тренд он наоборот мы пробиваем вниз смотрим это у нас получается более локальная картина это у нас более глобальная поэтому подумайте да что важнее более глобальная картина или более локальная с одной стороны получается более глобальная все-таки положение в этом случае мы должны как раз таки падать вниз и опускаться куда-нибудь сюда однако давайте прежде чем делать какие-то прогнозы не будем в общем поспешные прогнозы делать обратим внимание на все остальное мы видим что в этой зоне так вот у нас зона была и у нас вот эта зона понятное дело что если мы сейчас падаем по всей вероятности эта зона распродажи то есть мы ее обозначим красным цветом здесь мы не увидели падение соответственно эта зона накопления сейчас сейчас что-то вновь происходит и возникает вопрос что это с одной стороны мы вроде бы как ниже вот этой распродажи и можно расценивать это зону накопления потому что мы уже опустились вниз и соответственно переразошли в рынок получили прибыль и ожидаем дальнейший рост складывается именно такое впечатление обратим внимание на магде магде показывают падение эрсай эрсай у нас в данный момент показывает о том что якобы возможно будет заключительная пятая волна это если рассматривать по рцай теперь обратим внимание на димой димой у нас показывает до сих пор не показал пересечении что является якобы оптимистичным сценарием событий все-таки чтобы продолжится рост в этом случае эту волну можно расценить как 3 то есть сейчас будет заключительная 5 волна но все же если все-таки произойдет падение падение будет достаточно сильным обращаем внимание что по днем новому графика мы сейчас находимся выше средней скользящей по боллинжеру что является достаточно хорошим знаком для продолжения роста также мой выше средний скользящий smm а что тоже является хорошим знак мы ее протестировали оттолкнулись и полетели выше но в целом для того чтобы все-таки утвердить во первых давайте посмотрим на объема вот этот рост объем достаточно точно маленький пока что может быть в последующем все-таки произойдет стремительный рост можно сейчас люди сомневаются но сейчас что-то произойдет и пойдет рост однако я считаю такой сценарий событий что с одной стороны вроде показывают за рост в большей степени индикаторов сулят за рост некоторые говорят о том что должно быть падение на что же рассчитывать я считаю что лучше не рисковать и дождаться какого-либо подтверждение допустим можно первый сценарий событий мы получается фиксируемся выше пробиваем вот этот урии получается заходим в лонг позицию ставим стоп лосс и ожидаем дальнейшего роста более консервативно более так надежно дожидаемся когда мы пробиваем вот это уровень сопротивления фиксируемся выше и в этом случае тогда заходим ставим стоп лосс или может произойти 3 сценарий событий до пробиваем летим в эту зону как раз к этому более глобальному уровню поддержки и дальше смотрим отскок и либо пробитие скорее всего если мы сейчас долетаем до этого уровня уже дальнейшем будет пробить и однако возможно это не сразу правед может быть вот какое-то вот такое движение будем наблюдать в этом случае понятное дело что будем дожидаться какого-то серьезного знака и сейчас мы постараемся выяснить где можно покупать до каких уровней таких значений может цена упасть случае если все таки будет падать как вы знаете есть три ключевых уровня есть конечно 4 это 50 70 80 90 чем-то на 50 с чем-то я считаю это такой несерьезной цифрой поэтому будем расценивать именно от 70 от 70 это получается в эту зону падаем дальше 80 чем-то получается падаем в эту зону и если 90 чем-то то мы падаем вновь туда откуда и начался весь этот рост вот такие три сценария событий здесь здесь и вот здесь падение довольно жесткой согласен обратим внимание на капитализацию на то сколько предложение общее предложение огромное количество в данном момент циркулиющее предложение также огромное это у нас получается 8 триллионов огромное просто количество и кэшов рыночная капитализация четыре с половиной миллиарда и это говорит о том что ожидать какого-то колоссального роста я бы не стал от и кэш если вы хотите жаждете каких-то огромных иксов иксов 40 и более то в этом случае надо поискать что-то другое если же x10 вас устраивает что-то в этом духе да то можно обратить внимание как раз на и кэш желаю всем профита всем до скорой встречи а